Моя внучка, когда совсем маленькая еще была, смотрела мультик «Колобок». Там Колобок катится, встречается на пути ему Заяц, и Колобок его спрашивает, ты кто? Заяц выпучивает глаза, смотрит на Колобка и говорит, я-то Заяц, а ты кто? Вопрос, ты кто, даже с таким придыханием, ты кто, задается в разных комментариях, когда бескураженный человек пытается понять, что это, откуда информация, он не готов еще воспринять саму информацию, он хочет обсуждать того, кто эту информацию или эту политическую позицию предоставил. И вот это ты кто? Меня то и дело преследует, меня тоже обескураживает этот вопрос. А вы что, совсем не умеете электронными средствами информации пользоваться, что ли? Вы заходите на видеоканал, на котором вы видите мое имя, Андрей Савельев. Если вы хотите узнать или услышать ответ на вопрос, ты кто? Ну, возьмите в поисковике, наберите Андрей Савельев, Google поисковик или какой угодно другой. Я специально проверил на чужом компьютере, специально как имитировал, я не занимаюсь этим, не слежу, где там кто, что там опубликовал. Раньше когда-то следил, сейчас давно это дело бросил, но набрали Андрей Савельев в поисковике Google. И что там? Ну, там на первых пяти страницах я посмотрел 90 процентов материалов, которые посвящены мне. Это что, так трудно взять, набрать два слова и прочесть там то, что вас интересует в видео формате, фотографии, клевета, пожалуйста, на меня на первых пяти страницах. Там, наверное, два или три ресурса, которые какие-то клеветнические, почему же давно уже старые, глупые, какие-то публикации. Я даже их и не читал. Ну, вижу по первым строкам какой-то придурок писал. Ну, так почему этим не заняться? А самому себе каждый человек, конечно, отвечает, кто я. Кто я? Он задает себе этот вопрос. Кто я в каждый момент жизни, в прошлом, в настоящем, кем я буду в будущем? У меня возраст уже такой, что в будущем не так уж много. В будущем, скорее всего, я буду в жанре писателя, выступать, может быть, консультанта, если призовут. Ну, вряд ли. У меня где-то осталось. У меня исполняется на днях 58 лет. Конечно, ну, 10 лет-то я, наверное, еще проживу. Скорее всего, и 15, если ничего экстраординарного не случится. Ну, вот на 15 лет какая может быть программа? Ну, общая программа, в которой я участвую – это уничтожение олигархии и установление русской национальной власти. В этом я готов поучаствовать только и только в этом. Я не готов поучаствовать ни в строительстве коммунистического, социалистического общества, справедливого общества, которого не бывает никогда. Я не готов бороться за свободные выборы, которые никому не нужны на самом деле, пока нет национального государства. Сейчас, например, я работаю над книгой и, скорее всего, в сентябре ее выпущу, которая будет сравнивать Веймарскую республику в Германии в 20-х годах, в конце 20-х годов и современную Эрефию. Тождество здесь очень близкое, но есть вот детали. Там какие-то были детали, имена, обстоятельства здесь. И вот они перекликаются, какие-то соображения, какие-то аналитические домыслы должны возникать. И в будущем ничего особенного у меня не предвидится, потому что я ничего особенного в истории Российской Федерации и последних остатков русского народа не предвижу. Кто думает о революции, напрасно надеяться, не будет никаких революций, потому что для того, чтобы революция какая-то состоялась, должна сначала произойти трансформация мировоззрения. А его нет. Совки остались совками, демки остались демками. Русское национальное движение схлопнулось от него, почти ничего не осталось. Люди ничего не читают, поэтому новой информации не получат, кроме въевшихся в мозги лозунгов, в основном такого сталинистско-коммунистического свойства, ничего больше нет. Вообще нет. Вообще нет. Элиты как таковой нет. То есть тех, кто действительно читает книги, проектирует будущее и имеет хотя бы какой-то доступ к рычагам, которые формируют это будущее. Ну да, вот в этом смысле определенное одиночество. Не то, чтобы оно абсолютно. Единомышленников достаточно много. И тех, кто интересуется, готов примкнуть. Достаточно много. Но недостаточно. Много достаточно для меня. Но для России этого мало, ничтожно мало. И мы, как последний из мальгикан, можно сказать, последние русские, которые действительно сражаются за Россию, за настоящую Россию с аутентичными чертами. А все остальное, вот это вся советчина, коммунятичина, либеральщина, конечно, путичина, конечно, никакого отношения к будущему России не имеет. Это не Россия. Это люди могут быть и русского племени, но они русские по духу, не русские по интеллекту. Но это все о будущем. То есть будущее, в принципе, я не собираюсь участвовать ни в каких выборах. Честно говоря, основная причина этого нежелания участвовать в выборах – это нежелание отвечать перед избирателями, которых я не уважаю. Я их просто не уважаю. Вот тот народ, который себя считает народом, на самом деле является сбродом, меня не восхищает. И я в свое время дважды был народным избранником и дважды отработал. Вот теперь и обернемся к вопросу, кто я. То есть человек смотрит какой-то мой видеоролик. Он изумлен тем мыслям, которые для него вновь. Для меня-то они уже повторенные сто раз в разных интерпретациях. Что-то иногда новое я могу говорить или новизна в том, какие события описываются. Но все методики, все основания мировоззренческие – все это уже давно отработано. И когда человек говорит «А вот ты кто?», я думаю, действительно, вот кто я. И второй вопрос – ну а ты-то что сделал? Вот бла-бла-бла, больше ничего, что-то ничего не сделал. Но это обычно говорят конченные бездельники, которые в жизни вообще ничего не делали. Ну, может, они где-то работали для прокорма. А это и есть основной мотив – работать. А большинство и не стало бы работать, если бы просто платили. Приносили бы зарплату под подушку, клали – вот и зачем работать-то. Вот я все время работал не за деньги. И своим детям я еще вот с малого возраста говорил, что самое лучшее, что человек делает в своей жизни, он делает не за деньги. И у меня такое счастье подвалило, что я практически всю жизнь работал не за деньги. Деньги тоже нужны, конечно, для того, чтобы поддерживать существование. Вот, ну или там, не знаю, на даче что-нибудь там я люблю что-нибудь строить, да, вот бетон месить, да, какие-то, что-то делать, да, вот руками что-то делать. Вот и ответ на вопрос – а ты-то чего сделал, ты-то чего сделал? Думаю, ну, чего я такого сделал? Ничего, в общем-то, особенного, но чтобы отчитываться перед вот этими дураками, которые, в общем-то, сами ничем похвалиться не могут. Я понимаю, когда там какой-то человек спрашивает тебя, ну, а какой у вас опыт, там, деятельности, что вы можете там продемонстрировать из своей интеллектуальной или какой-то еще продукции. Ну, вот в таком случае я, наверное, на этот вопрос ответил бы и отвечаю. И отвечаю для тех людей, которые достойны этого ответа. Вот что я делал, я просто начинаю вспоминать. Ну, во-первых, кто я, откуда я родом. Родился я в Амурской области формально, но мои родовые корни в Центрально-Русской, на Центрально-Русской равнине. Дед по отцу из Тульской области, Белевский район, рядом с городом Белевым. Сейчас на окрестностях находится деревня Лиховище. Вот оттуда. Хотя мой прадед точно сказать нельзя откуда. Где-то Южно-Русские области. Он был каменщиком, был в бригаде каменщиков в Мариуполе. Они строили, ремонтировали, точнее, заводскую трубу и печными газами отравились. И половина бригады скончалась. В том числе и мой прадед. Но его жена, которая тоже была в этой бригаде. Ну, там женщины тоже были, готовили, апстировали и так далее. Она уже была беременна моим дедом. И уехала к себе домой. Вот туда, в деревню Лиховище Тульской области. Там и родился мой дед. Савельев Илья Александрович. Вот он оттуда происходит. А мой дед по материнской линии из Ярославской области. Деревня Грезного. Такое название романтическое. Не грязного какой-нибудь, а именно грезного. От грезы. Бубнов Николай Антонович. Вот основа моя мужской линии. Подробнее не буду. Это все-таки касается в основном только меня. Вот откуда я родом. А отец мой был военным. Ну, собственно, как и два моих деда. Два поколения отслужили. Ну, мой дед по отцу погиб в Великой Отечественной войне. Дед по матери прошел тоже всю войну. Дядьки все мои, кто был даже до призывного возраста, сбежали на войну. И воевали тоже. Отец мой войну не застал. Ему было 10 лет, когда началась война в Суворовское училище. Дальше военный строитель, военный инженер. Поэтому мы оказались на Дальнем Востоке. Там я родился, мой брат родился. Потом переехали в Москву. Ну, так получилось. Это сложный был процесс. Мама-то, в общем, была москвичка. И они здесь познакомились, когда отец учился в военной академии. Ну, удалось вернуться в Москву. Правда, не навсегда. Потом наша семья переехала в поселок Черноголовку. Вот так тогда поселок это был. Ногинский научный центр, где отец занимался строительством жилья. И тех научных корпусов, которые строились в близлежащем лесу. И жители Черноголовки, значительной части ученые, там работали. Оттуда возник мой интерес к физике, хотя исходный детский интерес. Это либо как отец стать военным, либо стать историком, археологом. Ну, вот Черноголовка перевесила, потому что много там было детей ученых. И как-то под их влиянием я что-то стал читать, какие-то задачки решать. Учился неплохо, потому что... Не скажу, что я там был отличником и таким книгачеем каким-то и так далее. Ну, в меру, в меру. Не скажу, что я был там самым лучшим. До золотой медали я не дотянулся, хотя в дипломе была только одна четверка по русскому языку. Вот. И поэтому поступил я на физтех, в Московский физико-технический институт. Факультет молекулярной и химической физики. В общем, куда и планировал поступать. Хотя это чудо, что поступил, потому что никаких репетиторов у меня не было. Никаких помощников, таких учителей, которые специально мне помогали, не было. Я просто отовсюду доставал задачки математические, физические задачки. И по химии тоже, хотя химия не была нужна. И их решал. Для МГУ, для МИФИ, для МФТИ. И вот я занимался этим целый год. И в конце концов получилось, что более-менее я справился с тем, чтобы поступить на физтех. И там, конечно, я не был среди первых. И это так основательно мое мировоззрение подправило. Если в школе, там, можно сказать, я где-то среди самых лучших учеников. И, в общем, никому не уступал. Ну, где-то лучше, где-то хуже, где-то лучше. Понял тоже там без всяких дополнительных занятий и так далее. Никогда у меня никаких репетиторов не было. Здесь я, как бы, вот, скорее в аутсайдерах был. Ну, упорство, труд. В конце концов, прилично, вполне закончил физтех без троек в аттестате. Или, как там он называется, диплом. Без троек в дипломе. Вот. Ну, пятерок там было где-то, наверное, третье. Я не помню уже точно. Треть, четверть. Это, в общем-то, все равно, потому что где-то к пятому курсу уже совершенно учиться не хотелось. Да и было понятно, что, в общем-то, нас обманули. То есть говорили, что это вот лучший вуз. Он готовит для передовой науки. Вас должны не наполнить, как сосуд. Вас должны зажечь. Там, в одном из первых собраний на факультете об этом было сказано. Все это, конечно, чепуха. Профессия физика. Такая же профессия, как все остальные. Вот. Ну, поскольку в аспирантуру я не попал, у меня не было, ну, не такой конкурентный был диплом, как у тех, кто получил красные дипломы. Учился с первого курса очень хорошо. Я где-то только во второй половине. Ну, скажем так, я конец второго, третий, четвертый курс. Вот. Учился очень хорошо. А потом как-то пятый, шестой курс, все это уже как-то надоело. Вот. Тем более, когда практическое прикосновение к науке при подготовке к диплому, в общем, показало, что толком какая наука. Ну, это так, ну, да, требует большего интеллекта, как-то вот больше творческого подхода. И мой диплом был посвящен определению теплопроводности, теплозащитных плиток космического корабля «Буран». В общем, тема такая интересная, конечно. Но все сделано было на готовых установках. Ну, инфракрасный спектрометр, что там такого там. Ну, всякие другие устройства. Ну, творческий момент был только связан с тем, что надо... Там был спектрометр, который все время охлаждение у него, он старый был. Все там протекало, надо было все там переделывать. Ну, там программу надо было написать компьютерную для расчета интегралов. Там, ну, в общем, какие-то действия были предприняты. В общем, ничего особенного. Ну, так, добротный диплом. Ничего выдающегося. Вот. В этой лаборатории я не остался. Меня взяли в другую лабораторию, которая занималась... Ну, и эта тема совсекретная, поэтому меня особенно там не подпускали к деталям. Вот те образцы, вот давай там их пили там на пластиночке и разбирайся. И вот тебе одна установка, вот другая, вот расчетные формулы. Ну, что-то там самому понавыдумывать пришлось. А в лаборатории, в которой я начал работать, я отработал пять лет, вот шесть лет учебы. Вот это эпоха такая. Жизнь человека делится на такие эпохи. Вот у меня эпоха физика началась где-то на два года до окончания школы, плюс шесть лет учебы, итого восемь. И еще пять лет, тринадцать лет, в общем, большой кусок увлечения физикой и работы физико-химической, физико-химической, химико-физической лаборатории. Вот, работа с приборами, работа с образцами и так далее. Ну, вот совсекретная тема была по Бурану. И опять я попал на совсекретную тему, связанную с газоаналитическим поиском мин и взрывчатки. Шла война в Афганистане, заказ Министерства обороны, надо было это делать, никто не знал, как мину отыскать по газовыделению. Ну, она пахнет, собака ищет, хотя потом выяснилось, что далеко не всякая собака, может, одна из десяти ищет действительно мину, а не взрытый грунт, например. Ну, это уже дело прошлое, там, больше тридцати лет прошло. Ну, можно сказать, как раз ровно тридцать лет, потому что в девяностом году я закончил работу по этому направлению, защитил диссертацию. В общем, хватило, довольно интересные были результаты, тоже ничего выдающегося, потому что тема такая больше инженерная. Инженерная, ну, добротная диссертация, тоже там программы расчетные, какие-то формулы надо было вывести там с интегралами, потом эти интегралы посчитать, поскольку они до числа там не доводились, посчитать для разных условий. Там графики цифровые построить, тогда же не было таких возможностей, как сейчас. Тогда был там плоттер, вот, и отечественная ДВК, первые отечественные компьютеры. Вот с их помощью там были какие-то действия сделаны. Ну, можно сказать, вот эти пять лет работы в химико-физической лаборатории, это моя служба, эквивалентная службе в армии. Ну, кому-то говорится, вот не служил, ах ты не служил. Ну, не служил я в армии, другие не служили в армии. Это не значит, что не служил отечеству. Я вообще не очень понимаю эту гордыню. Я служил, ты не служил. Вот, и как, ну, да, что и сейчас, сейчас, наверное, в меньшей степени. Ну, раньше это было два года полутюремного содержания. Я бы, конечно, пошел офицером, поскольку военную кафедру закончил. Ну, где-нибудь гнил бы два года в отдаленных гарнизонах на ракетных установках. Вот, и после этого, конечно, вернуться к науке было бы очень тяжело. Тем более, что особого желания при окончании института заниматься наукой не было. Ну, потому что, собственно, и науки-то, которые нам обещали, там, какой-нибудь ядерной физики, там, или, ну, что-то такого, вот, или, там, термояд, этого ничего не было. И даже когда я пытался перевестись на другую кафедру по сверхпроводимости, наш глава, наш декан, глава факультета, он же глава института, в котором я диплом делал, он не позволил это сделать. Ну, вот я и остался на уровне химической физики, а сверхпроводимость, которая позже так прогремела, впрочем, сейчас все утихло, осталась где-то в стороне. А жаль, если бы я перешел сверхпроводимость, может быть, я и остался бы, и не ушел бы из физиков в политику. Ну, так уж получилось, вроде как работа закончена, защита прошла, степень я получил, группа, которая занималась этой темой, тема закрыта. В 79-м году войска были введены в Афганистан, а в 89-м году они были выведены. Закрылась тема, лаборатория занялась другими делами, каждый там разбился по своим направлениям, и я остался, ну, как бы, в такой неопределенности. Я знал, чем я могу заниматься, я там прочел несколько книжек по страхастическим процессам, по сильно неустойчивым процессам. Вот этим бы я, наверное, сначала занимался теоретически, потом, может быть, и практически, если бы остался в физике, если бы физика как таковая существовала в России. Но с 90-го года все начало сыпаться. Я, конечно, не предполагал, что рассыплется, я предполагал, что на короткое время я вот в политику качнусь, потом вернусь. Но оказалось, что качнулся навсегда. Если бы страна не была разрушена, если бы наука не была разрушена, я бы, наверное, вернулся. В 90-м году я выиграл выборы, нежданно-негаданно, точно так же, как на физтех я поступил, не ожидая, что я поступлю, потому что это было, казалось, почти невозможным. И здесь вот тоже почти невозможно, я выиграл выборы, стал народным депутатом Московского городского совета народных депутатов. И 3,5 года до 93-го года, до расстрела парламента, я в нем работал на постоянной основе, на профессиональной, в двух комиссиях. Ну, поскольку вот были такие иллюзии, что народу что-то надо от меня, раз меня выбрали, то я-то в комиссию по потребительскому рынку, где все вот то, что касается обеспечения Москвы, там, продовольствием, товарами, там, талоны пошли какие-то, в общем, дым коромыслом. Потом приватизация пошла, там, куча всяких нарушений, там, вот, ну, я как такой вот народник, можно сказать, стихийный народник, пошел в эту комиссию и там и остался, там и работал. Но в начальники я не лез, даже меня там выбрали секретарем комиссии, был председатель, был секретарь, вот я был ответственный секретарь, я от этого отказался, и, в общем, слава богу. Ну, и других там дел было навалом, это жесточайшая политическая борьба в условиях полного непонимания москвичей, что я сразу увидел, что это же воры и жулики дорвались до власти. Я не знал, что это так, я смотрел там, Ельцин говорил, Попов, вот они, ну, когда оказался вот сблизи, на все это дело посмотрел, да, они же воры, они воры и изменники. Но я с ними, естественно, боролся, вот, считай, начиная прямо вот с 90-го года, с первой же сессии Моссовета, когда я увидел, что это за фрукты. Вот, ну, и Лужков, естественно, Ворюга, который, там, усилиями этих демократов был продвинут, фактически, как единоличный правитель Москвы. Вот, то есть у меня с этим режимом 30 лет, я с этим режимом в отчаянном противостоянии, в отчаянном. Никогда из него не выходил, как говорят, ну, что ты сделал-то? Ну, вот, начиная с этого момента, и там, там много, жизни она же полна, я вам не рассказываю уже про детали, там, своей физико-математической деятельности, я не описываю, там, установки, не описываю, там, командировки, там, все пять лет, которые я работал над темой, я, ну, фактически, весь летний сезон проводил в воинской части на экспериментах, жил там без семьи, возвращаясь только вот на субботу-воскресенье, и то не каждый раз домой. И ездить это было довольно далеко, это несколько часов надо было добираться до воинской части. Вот, и здесь тоже, ну, я же могу, я могу сказать, чем я занимался там в Московском городском совете. Это все описано в книге, да, книга называется «Мятежная манкулатура». Это моя первая книга, которая вышла в 95-м году. Весь 94-й год я ее писал, это, ну, вот, как бы собрано все, что я могу сказать. Причем я больше не на себя смотрел, а больше, вот, анализировал ситуацию, факты, слова, документы, поступки и так далее. То есть, ну, вот, собрано мятеж номенклатуры. Это то, что произошло в 90-м году, мятеж коммунистической номенклатуры. И он не завершен, он, вот, реально сейчас мы живем в условиях мятежа, захвата власти вооруженным путем и удержания власти вооруженным путем. Путин такой же самозванец, как Ельцин, и Собянин такой же самозванец, как Алушков. Вот, поэтому я с ними боролся все эти три с половиной года в Московском городском совете. Потом очень важная вещь, вот, все, кто там выступает за советскую власть, вы же ее выбрали один раз. И выборы были, ну, можно сказать, практически полностью свободные. В 90-м году, да, были какие-то там партийные списки, но можно было выдвинуться вообще без проблем. То есть, меня выдвинул мой трудовой коллектив, мой институт, где я работал. Не надо никакие подписи собирать. Все, пожалуйста, протокол собрания, и тебя регистрирует избирательная комиссия. Данные свои только там пишешь для официальной листовки. Ни у кого денег не было, чтобы там засыпать кого-то листовками. Видеоформат был недоступен. Все, только то, что ты сам сделаешь. Встречи с избирателями, какие-то очень небольшие тиражи листовок, какие-то плакатики примитивные, которые на доске объявлений там размещаются. Все, ничего такого особенного. Вот, естественно, я был против той системы, которая делала человека несвободным, против партийного доминирования. Поэтому я в этом смысле был демократом. Ну, как и все в то время. Вот, были, конечно, иллюзии на выборах. Ну, только в результате этих иллюзий я и стал депутатом. Я был погружен в эти иллюзии, и страна, москвичи уж точно были погружены. Так, выборы были, состоялись и тогда. Я считаю, что это были единственные, вообще, известные мне, и до сих пор за 30 лет это единственные свободные выборы были. И с равным доступом к средствам агитации. Практически, не совсем, конечно, равным, но тогда практически не применялся административный ресурс. Тогда невозможно было снять с выборов, там, ну, очень много чего. Вот. И в 93-м году, когда расстреляли парламент, Ельцин выпустил указ о распуске парламента и единственного совета, именно Московского городского совета, где я работал. Только двух институтов советской власти коснулся указ Ельцина, выпущенный в сентябре 1993 года. А что стало со всеми остальными советами? А все остальные советы, да будет вам известно, самораспустились. Все без исключения. Никого насильно распускать не стали. Вот кого выбрали? Вот кого выбрали те, кто был за советскую власть. И сейчас те, кто пытается выбирать, они надеются, что советская власть вернется. Она вернется только в таком виде. Свободные выборы означают, что некомпетентное население, ну, некомпетентное не в смысле там профессиональном, а духовно незрелое, интеллектуально недееспособное, выбирает, кого выбирает? Подлецов и изменников. Не всех, конечно. В Московском городском совете где-то примерно от трети до четверти, или от четверти до трети людей были вполне достойные, с которыми можно было работать. Ну, даже при том, что, может быть, какие-то разрывы мировоззрений были, может быть, даже очень серьезные. А и вот 1993 год. Московский городской совет всех на улицу, без всяких компенсаций. Ну, для своих-то они, естественно, как-то там выплатили и должностишки всем нашли и так далее. Вот, ну, тем, кто не противостоял Ельцинской и тогда Лужковской уже власти. Вот, я просто на улице, никаких компенсаций, я там что-то дернулся. Ну, просто по законодательству я должен был получить в случае ликвидации. Ну, была ликвидация учреждения, где я работал, ничего не получил. Вот, ну, и пошел работать, пошел работать. Думал, ну, как, вот как-то надо вписаться в то, что есть, хотя бы, чтобы на жизнь заработать. Занимался экономической проблематикой в аналитическом центре какого-то мелкого банка, который потом умер, и даже называть его бесполезным, потому что его никто не найдет. Да, я занимался аналитикой, занимался фондовым рынком, оценкой, там, рисков, оценкой перспектив инвестиций и так далее. Закончил курсы соответствующие. Помогал отцу, у которого была маленькая строительная фирма, она тоже очень быстро умерла. Ну, как только оклемались после 93-го года вот это вот Варье Лужковское, они стали смотреть, где еще украсть. То есть все крупные куски растащили, где еще что-нибудь украсть. Ну, и, естественно, подряды отняли, и результат был разорение фирмы, ну, фактически закрытие. Ну, я помогал, по крайней мере, по финансам. Отцу там давал консультации, в каких-то переговорах участвовал. Вот, ну, как-то вот этот 94-й год я прошел, вот одновременно писал книжку о мятеже, который организовали Ельцин и его поклонники. А тогда поддерживали этот мятеж, ну, наверное, 90% граждан, которые теперь-то, конечно, все против ельцинизма, а многие теперь и против путинизма. Ну, тогда все были за, все аплодировали расстрел парламента. Я там просто чудом не оказался чудом, потому что я был там. Не оказался чудом под огнем, потому что сказали, ну, наши танки, депутат уражцев такой был, наши танки входят, уже там ближе к полуночи было, наши танки входят в Москву, к утру все будет решено, иди поспи. И я пошел, пошел спать домой. Ну, наутором, наутором расстрел парламента, наблюдал по телевизору. Вот, ну, подробности в книгах все это. И что дальше? Дальше меня позвали, мой знакомец позвал меня работать в Российский общественно-политический центр. Вот, от меня не требовалось никаких присяг к режиму. Тогда это было, тогда ценили деловые качества, по крайней мере, в некоторых структурах. И здесь тоже меня пригласили за то, что я занимался, забыл уже сказать, что был директором общественного центра Моссовета, которому так и не дали помещение, который проводил какие-то мероприятия, выпускал какие-то брошюрки, помогал общественникам и так далее, и так далее. Ну, меня вот пригласили, поскольку я уже знал, чем такого рода структуры должны заниматься. И там я отработал до 98-го года. Да, я проводил семинары, выпускал брошюрки, там у нас был семинар «Национальная доктрина», «Религия и общество», все это инициатива наша была. Писал статьи, написал еще одну книгу, посвященную уже политическому антарту, анализу. Тогда политический аналитик – это была какая-то свежая профессия, ну, за исключением коммунистических аналитиков, это уже не котировалось. Вот новая политология стала рождаться, как наука. И я к ней приобщился, тоже анализируя, много читая. Напубликовал там море статей, было где публиковаться, и в научных журналах, и публицистические статьи. И начал уже в 98-м году я начал искать, где бы защититься. Потому что статус у меня, образование – это физико-математическое, кандидатское – непрофильное, а я уже политолог достаточно высокого уровня. И, ну, в 98-м году мне пришлось уволиться, демократы, так называемые, написали несколько доносов моему руководству, ну, и вообще это была структура, конечно, где были определенные ограничения. Достаточно сказать, что исполнительным директором, который всем там рулил, был танкист, генерал танковых войск, сбежавший из Украины. И вот ему предоставили такую возможность доживания на должности, хорошо оплачиваемой, вроде даже престижной в некоторой степени. И он набрал всяких полковников себе в подчинение. Ну, мы там политологи, политики, ну, как бы люди второстепенные. Эти все оформляют, а мы реально работаем как общественный центр. А чем они там занимаются, даже не вполне понятно. Вот, в 98-м году как раз у меня напряглись отношения. По-прежнему месту работы Дмитрий Рогозин позвал меня на постоянную работу в Конгресс русских общин, потому что и выборы приближались в 99-м году, и тут прежний для нас авторитет генерал Лебедь пошел на выборы, ну, были выборы 96-го года, я там тоже как публицист поучаствовал, но когда увидел, чем занимается Лебедь, я, конечно, стал его врагом. Это Хасавюртовский сговор, это брошенные наши пленные там в тылу живодеров, теченских бандитов. Вот, и когда Лебедь пошел в губернаторы, ну, он, собственно, предал и нас, он же от Конгресса русских общин баллотировался в президенты в 96-м году. Когда он пошел в губернаторы, в Красноярске, я с большим желанием откликался на то, чтобы постараться не допустить его, дальнейшие его карьеры в политике и, возможно, нового выдвижения кандидатом в президенты, что блокировало бы выдвижение приличных людей. Ну, как оказалось, это все, как бы, проходящее. Дальше были выборы 99-го года, в которых Конгресс русских общин принял участие вместе с движением Юрия Болдырева и в этом деле тоже сыграл далеко не последнюю роль. Вот, но тогда, тогда, я думаю, как раз и состоялся какой-то закулисный сговор. Ну, об этом я напишу в какой-то другой книжке, когда нам приписали 0,15%, а реально были совершенно другие результаты. Но тогда нужно было, чтобы путинское единство тогда получило аномально много, хотя там всякий сброд был, из которого потом и выросла Единая Россия. Вот всякий сброд собрали в избирательный список, получили какие-то аномальные цифры, потом соединились с Отечеством, получилось Отечество и Единство как общая фракция в Государственной Думе, которая доминировала. В общем, сговор двух фрагментов пост-Ельцинской элиты. Вот, а мы не получили ничего, но Рогозин вновь стал депутатом, стал, получил за, вот я думаю, что там этот сговор был, получил Комитет по международным делам, один из самых таких престижных, не скажу, что самых интересных, но самый, может быть, самый престижный в Государственной Думе. Ну, я был его помощником, помогал ему по разным направлениям, что-то там писать, публиковать, исследовать какие-то данные, в общем, много чего было, и законопроекты, и много чего. Это вот период с, скажем так, 2000 по 2003 год. Вот, тогда я следующие свои уже книжки начал писать, издавать, уже такие серьезные, и уже вполне самостоятельные во всех смыслах. И в 2003 году я тоже совершенно нежданно-негаданно оказался в Государственной Думе по спискам Блока Родина, куда я был включен, тоже, можно сказать, почти случайно, потому что Дмитрию Рогозину и кто-то из его помощников сказал, ну как же, вот смотри, у тебя в списке люди, а представь себе, что все они войдут в Думу, и на кого ты будешь опираться. Ну, и Рогозин включил несколько своих помощников, которые прошли в Госдуму, ну, тоже никто не ожидал, и никто не предполагал, что Родина может прорваться. Ну, да, до 5% чего-то там могли получить. Да, лично Рогозин там у себя где-то мог выиграть, Глази, входящий в блок, тоже, наверное, в своем округе должен был бы выиграть, ну, и несколько других. Да, может быть, там какая-то микрофракция могла образоваться, но, скорее всего, ее и не было бы. Так же, как на выборах 1995 года список КРО не прошел, но прошли несколько человек, они тут же забыли о том, что они выдвигались от Конгресса русских общин и больше никогда вообще не появлялись, не появлялись на нашем горизонте. Четыре года работаю в Государственной Думе. Сначала, поскольку я занимался в Конгрессе русских общин делами соотечественников, соответственно, и комитет у меня был, в который я вошел, по делам соотечественников. Ну, когда я понял, что там вообще ничем не занимаются, это просто отбывают люди время, главное ничего не делать. И когда я дергался, что-то пытался делать, то, ну, ничего не проходило, потому что это никому не было интересно. Я перешел в комитет по конституционному законодательству и государственному строительству, ну, там тоже никто ничего не делал, потому что все делал председатель комитета и его зам. Что им поручали в Кремле, то они и делали, а всех остальных в стороночку, это не нужно. Там ключевой момент был для перехода, это миграционное законодательство в 2006 году. Я как-то пытался ему противостоять, но его тихо приняли вообще без всяких обсуждений. Я что-то пытался как-то тормозить, поправки, ничего, ничего не дали вообще, просто вот приняли, поэтому страна просто вот до самого горлышка заполнена мигрантами. Понятно, что из этого вышло. Потом книжку написал уже значительно позже «Миграционный потоп» со всеми материалами, которые тогда использовал, который писал. Ну вот, что ты сделал, да? А что ты сделал-то? Что ты сделал-то для России? Я книги пишу, это не работа или надо обязательно лопатой где-то копать? Сообразно должности я делал то, что мог. Вот, наверное, лучшего, более ответственного депутата, чем я, в моем созыве точно не было, а в последующих, можно сказать, и депутатов, как таковых, не было. Вот здесь родина все-таки работала, сражалась, там, политическая голодовка, ни разу такого не было, ни до, в Думе, ни после, вот, чтобы целая группа, там, голодовку объявила, против монетизации льгот за вас сражались, граждане. Вот, ну, да, монетизировали, можно сказать, все эти льготы ликвидировали. Вот, там, потасовка с Жириновским, ну, многие видели этот удар Жириновскому по морде, он, тогда просто всплеск, интересы был, всплеск был, он закончился, через месяц уже никто о нем и не вспоминал, а теперь 15 лет прошло, что об этом вспоминать, иногда некоторые вспоминают, но я говорю, да, это все уже никому не интересно, все давным-давно прошло, а книги остаются, вот они есть, сколько бы я их не издал, каким бы тиражом они там, 10 тысяч вышло, как там, чеченский капкан, который по итогам исследования Чеченской войны выпустил, про первую Чеченскую войну, или там, 100 экземпляров, когда я там, по истории Древней Греции издаю книжки, которые с трудом расходятся, потому что как-то это уже, ну, это же совсем уже никому не интересно, да, ну, кому-то все-таки интересно находятся люди, интеллектуалы, которые, как я, вот с детства интересуются историей Древнего мира, в данном случае историей Древней Греции, где, ну, я в самом деле стал специалистом, вот у меня была там эпоха физико-математическая, эпоха политологическая, потом она лежит между двумя, двумя связанными эпохами политическими, Московский городской совет и Государственная дума, вот, там политика, там реальной политикой пришлось заниматься, не только, ну, политология дальше продолжалась, и в эти времена, и, собственно, я политологом-то стал, именно специалистом по политическим процессам, именно потому, что я занимался реальной политикой, знаю ее гораздо лучше, чем те, кто отвлеченное знание получает и, там, становится политологом по диплому, я-то, конечно, знаю гораздо лучше, ну, и диссертацию защитил доктор политических наук, это результат или нет? Конечно, это результат, это серьезная была работа, вот, она отражена в толстой книге, политическая мифология, вот, это была тема диссертации, ну, и другие темы политологически затрагивал, ну, такие книги, которые, каждая из них может быть основой докторской диссертации, ну, я продолжаю интеллектуальную деятельность, и это моя основная работа, а что ты сделал-то, а что ты сделал-то, что-то вы меня спрашиваете, вот, простая вещь, забиваете в гугле Андрей Савельев, смотрите там, пожалуйста, как я уже сказал в начале, смотрите, можете все там увидеть, какие книги написал, где я работал, какой у меня результат, служил ли я где-либо, да я постоянно служу, вот, как только я осознал себя гражданином и противником этой политической системы, я и служу, я и служу, вот, чем могу, тем и служу, какие возможности имею, был депутатом Государственной Думы, помог очень многим людям, сражался против очень многих безобразий в нашем государстве, и сейчас все то, что тогда наработано, вообще все абсолютно актуально, актуально, любую тему, которую я касался, возьми, она актуальна, соотечественники, от соотечественников почти ничего не осталось, можно сказать, актуальность резко снизилась, Путин ликвидировал фактически, само явление соотечественник, соответствующий закон, перестал действовать, миграция, да, вот так, государственное устройство, там, я толстенную книгу написал, нация, государство, не компиляцию какую-то, очень серьезная работа была, вот, я знаю, как государство должно быть устроено, какое государство эффективнее, какое государство, вообще нельзя государством называть, вот РФИ это не государство, да, это фундаментальная работа, вот, много других тем, не могу сейчас все перечислять, так же, как не могу в деталях рассуждать, по думском периоде написано, четыре книги, четыре книги, про защитную деятельность, которая потом продолжилась, еще одна была книга написана, карательная экспертиза, я много раз участвовал в процессах по 282, как специалист со стороны защиты, это деятельность или нет, это результат или нет, да, да, я как специалист, много, сейчас меньше уже работаю, ну, много сделал, ей-богу, это действительно серьезная, серьезная работа, которая за пределами, я не получаю за это, никакой зарплаты, никаких вознаграждений, до сих пор пишу, экспертное, свое экспертное мнение, или там, мнение специалиста, для тех, кто в этом нуждается, вот, ну, да, какой политический результат, политический результат, это, ну, целый ряд, например, результатов, касающихся, там, работы в Московском Совете, там, не позволили разграбить бюджет, вот, результат, скажем, борьбы с монетизацией льгот, это, триллионы рублей, которые были пущены на компенсации тем, кто этих льгот лишился, не было бы наших голодовки, не было бы ничего, не было бы наших поправок, законопроектов, не было бы ничего, сама партия Родина, фракция Родина, да, она существовала с 94 по 96 год, два с небольшим года партия Родина существовала, но это был реальный политический механизм, который привел в Государственную Думу несколько, там, 10 или 15 человек, точно сейчас сказать не смогу, людей с русским национальным мировоззрением, ни до этого этого не было, ни после этого не было, чтобы какая-то группа русских националистов попала в Государственную Думу и там до сих пор эти бредни, да это был все, да это был все кремлевский проект, да, это был переигранный нами кремлевский проект, переигранный, потому что кремлевский проект назывался «Товарищ», и его менеджером был Марат Гельман, а наш проект оказался родиной, его менеджером был Дмитрий Рогозин, когда он был еще патриотом, и русским националистам, надо сказать, тоже. А потом он перестал быть, он просто сменял это достоинство на должность чиновника. Ну, чтобы затянули его в золотую клетку, он там пожил, ему понравилось, и он решил отказаться от политических действий, от политического мнения вообще, просто стать чиновником. Но это было после, это было после. И все эти доморощенные провидцы, которые, да я так и знал, ничего ты не знал, был бездельником и остался бездельником и пустословом. Вот так можно ответить тому, кто говорит, да я все время знал, кто он такой. Ну, что ты не знал. Вот это результат, созданная партией Великой России. Полностью отработана вся схема, все то, что нужно, интеллектуальная часть. От фундаментальных сочинений до манифеста концентрирующего мировоззрения и короткой программы на одну страницу. Вся интеллектуальная работа проведена. Организационная работа, как все должно быть устроено, проведена. Только людей нет, понимаете. Людей нет, их не то чтобы совсем нет, но их просто мало. И интересно, что когда в 2012 году нас прессанули, так очень конкретно, вот, и чуть позже, то есть сначала там на русском марше донос этих псевдо-нацдемов, там каких-то на нас, нас массовое задержание, массовые штрафы и так далее. Ну, у кого-то там проблемы с работой возникают, и много чего, много последствий, все под надзором и так далее. Первый, кто отхлынул, это молодежь. Давайте делать ставку на молодежь. Ну, сделайте. Молодежь заинтересовалась то, что у нас есть. А, там, форма, стиль, сборы, там, военно-спортивные, молодежь притекла. Как только нас прессанули, начался очень быстрый отток. То есть сначала отвалилась большая часть, потом у нас была еще история, когда, значит, корпорация «Эноты» к нам вломилась в штаб-квартиру с ножами. Ну, когда наши ножички были выняты, они быстро рассеялись. Но, тем не менее, вот эта мразь прокремлевская приходила к нам. Это тоже создало... Страшно, страшно. Еще часть молодежи отхлынула. Сейчас ее вообще нет или очень мало, потому что молодежь занимается чем-то другим. Не спасением отечества, и я вообще не рассчитываю на молодежь, хотя на следующее поколение рассчитываю, потому что эти уже кончены, все. Я от них не жду ничего. Вот от поколения моего я не жду ничего. Это просто поколение, в котором предательство в наибольшей концентрации. То есть больше всего отсюда вышло либерастов, варья всякого и изменников Родины, которые, ну, вроде как рядышком стояли, которые аплодировали Ельцину и все 90-е годы радовались тому, что происходило. Последующие поколения, кто моложе меня, я тоже от них не жду. Те, кому сейчас 40, ничего они не сделают, потому что уже не сделали. Они должны были быть сейчас самыми активными. Они в наибольшей степени обладают ресурсами, жизненным опытом, интеллектом, образованием. Оно лучше, чем у тех, кто моложе. Ничего не сделали. Вообще ничего. Ноль. Просто чистый ноль. Кто еще моложе, ну, может быть, там какие-то мирозвренческие подвижки будут. Интерес к коммунизму все равно будет падать, хотя этот вот шизофренический сталинизм, он поражает мозги, но тем не менее все равно это будет падать. Это отступает в глубину истории. Либерастия тоже уже никого не... Что иное? Иное это вот путинистие. Ну, это соединение одной и другой мерзости вместе в одном флаконе. Полная шизофрения. Таких тоже становится все меньше и меньше. И поиск где основа мировоззрения. Русское мировоззрение – это русский национализм. Без этого невозможно. Какой у меня результат? Результат – это я участвую в разработке доктрины русского национализма, идеологии русского национализма. Я представляю русский национализм в своих видеороликах, в своих статьях, в своих книгах, в организационном строительстве. То есть везде, где есть русский национализм, я присутствую в том или ином виде. Может быть, не всегда физически, но именно это и есть моя главная жизненная задача и главные жизненные результаты. Когда спрашивают, ты кто? Ну, я отвечу, в политике я русский националист. А все остальное – это биографическая приставка ко всему этому. Я специалист в нескольких направлениях. Чаще всего человек в одном направлении, где-то специалист. У меня в жизни было несколько этапов, и я приобрел навыки в разных направлениях. В этом смысле я рассказал свою биографию, рассказал, кто я. Больше всего самому себе, конечно. Ну, там можно детали, там, семья, там, кем родители работали, кем работает супруга, кем стали мои сыновья и так далее. Но это за скобки, не надо уже так подробно, и уже сам ролик затянулся. Поэтому я завершу его традиционно. Слава Руси, Господи, спаси! И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok